Ребятки, всем привет! Вы на канале Семена Чемоданных. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся, если еще этого не делали. Я сегодня вас приглашаю в интересный выпуск. Мы едем на юг, в сторону Краснодара, именно до Краснодара. Дальше будем путешествовать по нашим всем курортам, по Крыму, возможно, на Кавказ. Поэтому подписывайтесь. Выпуски будут огненные, в принципе, как и всегда. Едем из Москвы, именно из города Подольска. Ехать нам примерно 13-14 часов. Постараемся, в ротайминг уложимся. Сделаем, конечно, обязательную остановку на обед. Несколько остановок, конечно, в туалет. Наше путешествие начинается из неприятной такой истории. У нас на машине заглючил багажник, и он просто не открывается. Он электрический. Поэтому, ребята, кто в курсе, как это исправить, вдруг меня смотрит какой-нибудь человек, кто сталкивался, напишите, пожалуйста, в комментах. Машина под завязку. Мы здесь много чего забрали из гаража, так как мы в Краснодаре квартиру сняли. И вот это вот все мне пришлось грузить вручную через салон. Здорово, что сидушки опускаются, и был доступ. Но не здорово то, что электрические замки вот так вот ломаются в машинах, и никакого абсолютно доступа ручного, чтобы открыть эту дверь, нету. Что с ней случилось, будет тоже дальше в выпусках покажу. Где-то куда-то ее загоню. Посмотрим. Ладно, погнали. Так, ребята, перед тем, как поехать, нужно пополнить карту транспортер. Она у нас вот такая, оранжевая. Приобретал я ее за 900 рублей. Я чуть позже покажу, где есть на М4 пункт, куда можно заехать и приобрести. Чтобы доехать до Краснодара, нужна сумма 1500. Мы когда сюда ехали, у нас накопились баллы. Смотрите, 1500 баллов, и на балансе еще 122 рубля. Можно приобрести скидку. Давайте попробуем вот так, Лопс. Так, номер устройства вот это. Так, завершить покупку. Чик. Вот, значит, я купил себе. Дальше я пополняю, значит, карту. Здесь просто нажимаю на плюсик, да. Смотрите, сумма пополнения. Так, 1000, давайте 1300, 1350 пополним. Значит, выбираем Apple Pay, с правилами согласен. И пополнить баланс. Дальше считывается моя физиономия. И все. Вот пополнилось. 1350. Так, а на балансе 1472 рубля. По сути нам это не хватит, но мы же как бы приобрели скидку в 5%. Поэтому должно хватить. Посмотрим, как это работает. Так, ребята, самое главное не сказал. Мы выезжаем сейчас на часах полодиннадцатого. За бортом 37 градусов. Эта машина еще в тенечке стоит. И мы, значит, едем. У нас машина Mercedes, ML320, дизель. Средний расход у нас примерно 11 литров. Сейчас сразу заливаем полный бак. Нам, как правило, этого хватает до Ростова. Здесь большущий бак. 100 литров хватает. Это примерно на 1000 километров. Будем заправляться уже перед Ростовом. Все, поехали. Парни, все, готовы? Да. Вот, едем мы с двумя детьми. Как всегда. Это, может быть, кому-то будет интересно. Значит, мы выезжаем из Подольска. Микрайон называется Кузнечики. Может быть, кто-то отсюда тоже так же будет выезжать. Вот, сейчас сразу будем разворачиваться тут под мостом и ехать на южный обход города Подольска. И оттуда через поселочек Одинцово мы будем попадать на М4. Ну и дальше все, пошла планка. Так, вот с южного обхода уходим под знак Белгород. Копересим 2. Так, вот заправка «Газпромнефть». Сюда заезжаем, здесь заливаем полный бак. Дизель 48-45, 95-49-55. Стоит цистерна, дизеля здесь нет, поэтому едем дальше. Дальше мы выходим вот сюда под знак, вот сбор, жилой комплекс «Каскадпарк». Так, вот мы подъехали, значит, к перекрестку налево Москва. На правом «Кашира». Это и есть съезд на М4, на платный. Сейчас везде начнутся всякие таблички, мол, платная дорога. Вот и все, мы на М4, на платной дороге. Вот, видите, пошло первое информационное табло по тарифам и по категории транспорта. Здесь можно ехать 110 по знаку, ну и плюс там 20 км, да, можно еще официально превысить до вон 130. Комфортно, но учитывая, что впереди едут вот со скоростью 100, сейчас мы не можем держать нормальную скорость. Не знаю, мои песни такие, что не едешь нормально, так ты перестройся в правую сторону и ползи там. Нет же, они будут тут делать мозги. Так, все, поставили, значит, машину на скорость. Здесь такие большие развязки. Еще сделали скат, который идет там по бетонке. Вот он, ребята, центр обслуживания клиента. Вот здесь, вот в этой вот будочке заезжаете, здесь такая парковка, покупаете себе транспортер и едете. Единственное, что когда вы приобретете транспортер, активируется он в течение двух часов. И нужно иметь это в виду, потому что при проезде на первый платник нужно проезжать не под таблом транспортера, а именно за наличный расчет. Потому что если он у вас активироваться не успел, то вам придется заплатить ну либо карты, соответственно, либо наличные люди. Вообще какой-то парадокс. Справа две полосы, они почти свободны. Нет же, едут все со скоростью 110 по левой. И приходится всех обгонять просто по правой, еще за шесть. Вот опять он перестраивается и вмешать сейчас будет. Еще к чему. Так, ребята, перед первым пунктом взымания платы есть заправка Роснефть. Вот я на нее и заеду. И здесь заправлю полный бак. Я заправился. Вот смотрите, про что я вам говорил. Запас хода. Тысяча километров. Я залил сейчас 82 литра, вышел на 4 тысячи рублей. Ну, грубо говоря, у меня было чуть меньше четверти бака. Ну, а сейчас поехали, заезжаем на платник. Покажу, как открывается шлагбаум по транспортеру или транспорту. Вот видите, он начинается сразу после заправки. Значит, здесь можно проехать справа, проехать слева. Вообще по вот этой карте можно проезжать абсолютно в любом пункте оплаты. Но лучше, конечно, так не делать. Потому что за наличку всегда очереди. Вот видите, смотрите, мы проезжаем сейчас за наличку. И... 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 Вот... Да, считал. Потому что... Почему я поехал именно сюда? Потому что слева в транспортерах была очередь. Смотрите, мы едем уже ровно час. Почти 70 километров, да, 69 мы проехали. Расход средний 11 литров. И ехать нам еще много. Едем. Движение очень плотное. Вот, то есть, вот смотрите, сейчас весь поток идет со скоростью 90 километров в час. Ого, вот резина отлетела. То есть, плотно. Не знаю, что будет дальше. Это сегодня суббота. Мы, кстати, Даня говорил, выехали в субботу. Специально они поехали в пятницу. И специально они поехали в воскресенье. Минуя всех дачников. Но опять-таки в субботу какая-то часть дачников все равно, видимо, двигается. И вот можно ехать 130, а мы едем чуть уже даже меньше 90. Прикинь, конечно, вообще красавчик фура. Едет. В левой полосе. Молоток вообще. А мы его должны с правой обгонять. Так, сейчас с левым пути. Это означает, что мы сейчас выезжаем за Московскую область. Река Ака. И сразу после реки Ака стоит зачерпнутый знак магистраль. И нужно сбавлять скорость, потому что впереди пост ДПС. А дальше снова знак. И снова можно разгоняться. Так, подъезжаем. Видите, мы опять на пункт взимания платы. Так, сейчас что-нибудь там выберем. Какое-нибудь окошко. Так, вот. В этот раз давайте поедем в зеленое. Так, скорость, значит, смотрите. 40. Оп. На 30 прошел. И вот после этого пункта мы въезжаем в Тульскую область. Вот она стоит. Астелла. Добро пожаловать в Тульскую область. Так, ребята, смотрите. На всей трассе есть вот такие вот. Видите, зоны для пикника. Есть такие, есть большие, есть еще больше. Есть с другими туалетами. Есть поинтереснее, где столов очень много. В общем, если вы устали и хотите пообедать и отдохнуть, то тут не надо вставать на обочине. Да, ездите до пикника. Примерно через каждую километра по 10 есть такая зона. С горки открывается такой шикарный вид. Еще здесь какой-то крест. Воину и Евгению. Пограничные флаги. Не знаю, кто в курсе за это такой мемориальчик. Напишите в комментах. Интересно изучить. Река Осетр проскочили. Здесь такая холмистая местность, прикольная. На табличке Ростов-на-Дону. Прямо. Разворот здесь на Москву. Езжаем мы к очередному платнику. До Ростова нам осталось 857, до Воронежа 286. Такой широкий пункт обзывания платы. Если кто-то вдруг здесь будет заезжать, ну мало ли, то вот справа будка. Там можно тоже купить себе транспортер. Вот видите, фура не туда заехала. Видите? Не туда. Оп. Проезжаем. Трансбордеров. Вот, Чикс на 30 км в час. Так, да, да. Проехали. В общем, вы, конечно, можете его не покупать, но если приобретете, вы сэкономите прилично времени. Суммарно все платники, сколько их там, 10-11, по-моему. Время сэкономит. Плюс, когда в сезон сейчас все едут, дачники еще какие-нибудь, то лучше приобрести. Еще сразу после этого пункта, смотрите, здесь такая площадка с туалетом и также здесь есть эстакада. Мало ли, не дай бог, кому-то понадобится. Вот смотрите, на 250 км есть еще одна эстакада. И с правой стороны в сторону юга, и с левой стороны в сторону Москвы. Так, вот такие здесь ремонтные работы. Висят знаки. Но пробок, пробок пока перед ними нет, это очень хорошо. Возможно, дальше что-то не будет, но пока вот прям нормально. Вот этот ремонт дороги достаточно долгий. Я не знаю, мы едем уже километров 10, а он все длится и длится. Причем полосы здесь очень узкие. Обгонять фуры, это так сложно, опасно. Кто будет ехать, предельно внимательно, не нарушаясь, держи здесь скоростной режим. Но скоро здесь будет широко. Так, вы, значит, смотрите, где уже 796 км осталось до Ростова. Еще долго. Значит, где-то тысяча километров нам осталось до Краснодара. Здесь вот есть указатель, что можно поехать по альтернативной дороге, свернуть на бесплатную дорогу. Но мне кажется, это будет не самое классное решение. Ловить светофоры, города, пробки. А мы, кстати, сейчас сделали одну остановочку по требованию Артема. Вот, и продолжаем путь. Так, значит, подъезжаем мы к очередному платнику. Так, давайте, смотри, что у нас тут. Он такой коротенький. Ну вот, даже по транспортеру очереди. Так, давайте сюда попробуем резко подвильнуть. Вот. Вот так, у Чикс. Видите? На транспортер очередь. А за наличку очереди нет. Поэтому вот выбирайте, где вам проезжать. Вот очередной центр продажи этих карточек. До Воронежа 173 километра осталось. Смотрите, заезжаем на очередной пункт оплаты. В этой части, перед Воронежем, их прям очень много. Они прям часто. Надеюсь, если кому нужно, можно купить себе эту карту. Все, прошли. Разгоняемся. Едем дальше. Хочу сказать следующее, что когда мы ездили в 20-м году, я помню, ругал платник за то, что невозможно разгоняться, потому что почти везде стоял знак 90, иногда был 110, и в двух местах был знак 130. Сейчас все наоборот. Иногда 90, чаще всего 110, и также, по-моему, 3-4 участка со знаком 130. Так, и снова платник. Широкий. И вот опять, можно заметить, что, смотрите, в первой колонии транспортер. Очередь из двух машин. А здесь, кстати, еще полосы закрыли. Ремонт. Отлично. Так, на 40 километров прошел. До Воронежа 96 километров, до Ростова-на-Дону 669. Так, смотрите, мы в пути, значит, 3 часа 59 минут, но это с момента, когда я машину завел. В пути мы где-то 3, 3,45. Проехали 402 километра. За бортом у нас 35 градусов. Очень жарко. Мы с Темкой делали остановку, и там находиться вообще невозможно. Аномалия продолжается. У нас портится погода. Смотрите, туча. Моротит уже дождик. Река Репец, либо Репец. Вы знаете, здесь идут реконструкции, периодически две полосы сужаются в одну. Поэтому, если в неудачу попасть, здесь можно достаточно долго постоять. Но мы проехали все без проблем. Смотрите, судя по асфальту, здесь неплохо полил дождик. Так, еще один пункт взимания платы, только он такой маленький, видите, узенький. Хорошо, очередей здесь нету. Сразу проскакиваем. Вот где... На 40 километрах часа прошел. Так, ну, наконец-то мы заезжаем в Боронежскую область. Здесь вот Deepwell пост БВС, вон они кого-то выцепили. Есть заправка, какая-то непонятная, местная. Едем уже минут 10 в такой обстановке. Фуры обгоняют в фурне, перестроятся в три полосы и все просто едут с скоростью, блин, сюда километров. Капец. И вдаль туда посмотреть, какое плотное движение, что в сторону Москвы, что в сторону Краснодара. Гляньте-ка. Так, вот мы подъезжаем, значит, к очередному платному участку. Здесь такое, посмотрите, все оживленное, даже вон Кифисишка есть по левую сторону. Съезд Саратов, Ростов-на-Дону, аэропорт Воронеж-Курск. Вот это мы, получается, как по платке объезжаем город Воронеж, поэтому здесь и так все оживленное. Направо дорога пошла прямо в Воронеж, если хотите заехать. Вот она, лево, куда едем мы, это именно платный продолжается. Это мы объезжаем в город Воронеж, а там вот по левой руке новостройки, это видео-клубль новый жилой комплекс строят в Воронеже. Проехали реку, которая так и называется Воронеж, и там пляжи были видны, они просто усыпаны, усыпаны людьми. Кто из Воронежа, пишите, как у вас там на пляже. Боровое называется Трик район, новенький, прикольненький такой, среди лесного массива и трассы М4. А это платник в Воронеже, посмотрите, какой он широченный, прям такое поле, поле людям дали, проезжайте через поле. Ну, сейчас попробуем. Прошел на 50 километров, так, конечно, похорять не нужно, но вот я разогнался просто. Но успел открыться. Лучше притормозить, потому что, если дай бог спит шлагбаум, то будем с ней виновником ДТП, ну, либо хотя бы участником. Как странно, дорога ушла и мы вот все затупили, короче. Передо мной тачка тоже затупила. И вот, ребята, пошел мой любимый участок, где можно разогнаться 130 по знаку и 150, плюс 20, да? Идеально. Вот я считаю, что если платная дорога, то она должна быть именно такая. Запоминайте, это сразу после... Короче, первый платник в Воронеже. Вот так будет правильно. Вот иду я со скоростью 150, берет резко, перестраивается и мне скорость в 90 приходится сбрасывать. Ну, как... Кто так делает вообще? Вот они опасные типы, конечно, на трассах, да? Так, ну что, вот смотрите, побежаем, значит, мы опять к этому платнику. Смотрите, здесь раз можно вот здесь проехать, а можно проехать, например, чуть подальше, и вот здесь проехать. По себе, знаешь. Тут 30 показывает. Я знаю, что здесь 30 показывает. И везде пробку. Да, и посмотрите, вот на эту полу, смотрите, аж 4 машины по карте. Ой, 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 сразу две. Идут пробка. Вот, это мы втюхиваемся, вы только гляньте. Обалдеть. Это что за место тут? Так, по навигатору пробки нету. Наверное, что-то там случилось, что такая пробка. Сейчас посмотрим. Ну, собственно, долго ждать не пришлось, вот почему пробка. Что-то машина сломалась. Дело было не в мужике на Жигулях, а в чем-то другом, потому что, видите, мы до сих пор стоим. Вообще, возможно, что очень широкий платник, и все, вот, охлопся в две полосы получается только. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, где там закончится эта пробка, покажу, почему стоим. также смотрите, здесь достаточно много стоят так вот ребят, заправка кондиционера. Вдруг там у вас там закончился, фреон, еще что-нибудь, то можно всегда подъехать, вам заправят. Этот Каширский район. В общем, здесь пробка из-за дорожных работ, и смотрите, любители по обочинам ездить, здесь на обочине прямо перед ремонтом стоят ДПСники. Я думаю, что они здесь часто стоят, специально караулят тех, кто так ездит, и... Тех, кто так нарушает. Да, и, короче, выцепляет, вот, поэтому любители внимательнее. А на эту пробку уходит примерно минут 20-25. Вот мы подъехали, собственно, из-за чего, видите, здесь получается, забирают целую полосу, и... две полосы в одну. Ну, по крайней мере, мы не стоим, мы ползем там со скоростью 5-10 километров. О, какой, какой не пускает. И... вот, достойно меня снимали и разбанится. Хальц-Вьеднаме, который бы уехал. Ну, да. Тоже. Вот, видите, все вот так вот в одну полосу, и там дальше ремонт уже заканчивается. так, мы сделали остановку вот на такой парковке. Здесь есть вот так вот туалет. Сейчас все сходим и продолжим дальше путь. В общем, мы-то сходили с пацанами, а вот Настенька нет. Вообще не рекомендую, конечно, вот такие именно бесхозные пункты, потому что в туалет зайти невозможно. там просто жесть. В радиусе 10 метров просто из машины вот вышли и это жесть. Лучше куда-нибудь подальше проехать. Это же ближе к Ростову начинают появляться вот эти вот здесь медленные ходы, вот эти Камазы, которые едут километров 60 вообще по платнику. Их так много. Вот сейчас как раз сезон овощей и фруктов. И за ними, короче, иногда плетешься. Так, ну что, мы подъезжаем к чередному платнику. Здесь все как обычно. Сбрасываем скорость, выбираем себе зеленое окошко. Ой, гляньте, какие очереди на транспортер. Ни хрена себе. Монку там есть, но он там тоже очень. Так, куда? Да, куда? не вставал бы долго. Ой-ой-ой, ничего себе. Посмотрите, какая очередина. по транспортеру. Обалдеть. Вон там была полоса по пустье. Нет, в заналик. В заналик вообще встрянем. Обалдеть. Вот. Вот тебе транспортер. Не, ну сейчас все больно отсоса. Что-то хочется. Да. Вот какая вылез. Смеха. Какой закатный. Вот еще вот девяточка сломалась, да? Девяносто, только дону стоим. Так, понятно. Тут кто-то затупил. все, проехали. недолго, но все равно пробка, дело неприятное. Едем дальше. Да, и здесь вот по левую руку посмотрите, такие красивые горы. Здесь все это можно назвать горами. Белые, скалистые такие. Там, видите, трактор стоит, что-то добывают, копают. Кто в курсе, в комментариях напишите, пожалуйста. Вот так, здесь такие развязки, развязки, 450 до Ростова, у Турлиновка 52, Павловск 35. Бесплатная альтернатива тоже есть, если направо повернуть, на Ростов поехать. Ну, а мы едем по Платнику. Вот, видите, сбивая шлагбаум, вы становитесь участником ДТП. И вот мы снова подъехали по Платнику. опять добавляем скорость. Здесь уже все свободно. Видите, там так было все забито, а здесь вот прям без проблем вот так. Оп, и все. Так, на табличке нам написали пополнить счет. Надо проверить баланс. наверное, помните, что чуть-чуть не хватает нам, но должна быть какая-то скидка. И здесь отрезок начинается 110. Это хорошо. А вот такие вот зоны отдыха, вот они классные. Там и туалеты чистые, беседок, видите, как много. Чистенько, аккуратно, и главное, что какие виды, виды какие. отдыха. если вы хотите надолго прямо остановиться, комфортно сходить в туалет, покушать на нормальном столе, то выбирайте именно вот такие зоны отдыха. Вот, ребята, для сравнения справа идет бесплатная дорога М4. Одна полоса на Краснодар, одна на Москву. Сплошнее. Медленные всякие КамАЗы. Тяжело обгонять. Куча минусов, поэтому если думаете еще где ехать, я считаю, что выбор очевиден. Это платник. Так, мы едем в Багучаров, река Багучарка. Здесь какой-то есть пост-ДПС, надо сбрасывать скорость. Здесь такая толпучка прямо из машин немножко образовалась. идет перец. Так, вот они любимые кубанские грузовики. Вот едут еле-еле вообще. Их нужно всех пропускать. Ну, мы вообще в принципе уже на Кубане. Едем, значит, давайте посмотрим. 735 километров, 7 часов в пути, время. Сейчас полшестого выехали, вы помните, мы полодиннадцатого. За бортом до сих пор 34 градуса. Мы заезжаем в Ростовскую область. Вот так это выглядит. Сразу по левую правую руку нас встречают две заправки. Если кому-то нужно направиться, заедьте, заправьтесь, 95-й без 775. Езель не увидел, не успел. А еще смотрите, ближе к Ростову начали продавать горячую кукурузу и вся дорога усыпана вот такими табличками. Через каждые 100 метров она получается стоит табличка. Едем уже, наверное, так минут 15, табличка, 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 потом промежуток, потом опять таблички, таблички. Так вот, проезжаем еще пост в Ростовской области. Тормозят только фуры, легковушки не трогали, ни одной не было остановленной. Ну, вот так вот мы втыкаемся вот в такую пробку. В общем, встали мы походу здесь наглухо. Даже люди выходили покурить. Долгая пробка. Короче, пробка серьезная, даже видите, машины как-то через поле обгоняют, обочину закрыл, он справедливый какой-то автовоз, а некоторые, видимо, которые знают, как по полю проехать, прям по полю пробка жесткая здесь, конечно, да. Кто будет ехать, постоите здесь долго, долго, очень долго. Два часа. Сейчас только что столкнули? Наверное, ага. А кто его столкнул? А вот смотрите, видимо, этот автовоз его столкнул, смотрите, и машина провалилась. Если никто не будет, не поможет, я загляну, он не проехал. Наверное. он не стоит. Вот, смотри, куда его столкнули. Смотри. Вот так вот. Да, он только что с нами тут ехал. Да. А он сам съехал. Короче, решили помочь этому чуваку. В итоге этот сдавал назад, мы сдавали вперед, и в итоге жахнулись. Вот так вот. А почему выезжаете? Нет, а выезжали и сзади. И сзади уезжали. Я уже вызываю, нельзя уезжать. Нет, вы можете уехать, но они сейчас приедут и решать прав на меня уже будут. Правильно? Ну вот, как он летит. Поляк. Да, просто смотрите, получается, что... они хотят уехать вот с места ДТП, но получается так, что мы вроде как тюкнули машину, но они хотят уехать. Что вот нам делать в такой ситуации? да, да. Как вы машину не знаю. Сфотографируйте все, как ДТП, где расположение. Да, вот тут даже не знаков нет, ничего, в поле стоим, глухая пробка. То есть, короче, мне это за все запечатлит на камеру и все, если они хотят пусть... Или, или... Да. Я думаю, что мы оформили европротокол и все. вы отключаетесь, откуда она стала. Они себе хотели скачили. Нет, хотите стоять тут, они будут ехать все в шесть сюда. Я знаю. Но у меня нет 25 тысяч, чтобы тебе их отдать. Не надо ничего отдавать, говорю. Все, мы тогда разъезжаемся? мы договорились с страховкой, что они нам делают одну часть бесплатно. А, вот оказывается. мы договорились, что мы разъезжаемся и все. Не вы не будете стоять, не мы. Все добро. Алло. Алло, алло. Я сандинавц. А... Вы не разговариваете и со мной с кем-то разговариваете. Слушайте, мы составим европротокол и все, и разъедемся, короче, сейчас так. Держите, поснимай. Вы не можете ждать? Да, все, тогда уже не нужно. Короче, прикиньте, насколько нелепая ситуация получилась. Хотели вытащить все дружно вот этого чувака, который провалился. В итоге он сдает задом, я, получается, сдаю туда, как-то что-то не понял, отвлекся, и прямо ему бамс в этот, в задний бампер крыло, свое крыло тоже немножко крашика сосла. В итоге у него, конечно, там, женщина пожилая еще, жена его, там, вы, выбежали, гры-гры-гры-гры-гры-гры-гры-гры, типа, давай 25. Я говорю, нет, мне 25, 25 не дам, как бы сейчас это, позвоним, да пусть едут, подождем, что делать. Так как бы дети уже согласились ждать. В итоге, мозги делали-делали, и подходит ко мне и говорит, что мы поехали, короче, у меня есть это. Осага туда, ой, каска у него есть, говорит, мне так все, типа, сделают, я уже договорился, я говорю, ну все тогда. А сначала он мне говорит, мы поехали, не будем ждать, я говорю, ну езжайте, я-то уже вызываю сотрудников, ты сейчас, говорю, уедешь, и тебя прав лишат. Ну, короче, что хочу сказать? Первое, будьте внимательны. Второе, неважно, какая ситуация получилась, в любом случае, нужно друг другу на дороге помогать, хотя тот, которого вытащили, он вообще сразу уехал, ему было все равно на нас, что мы тюкнулись. А еще, смотрите внимательно за знаками, в каком районе вы находитесь, запоминайте, потому что вот сейчас, когда я звонил, я вообще не мог объяснить, где мы едем, потому что я не смотрел, где мы едем, я не смотрел километраж какой, вот эти столбики, которые стоят, и я вообще никак не мог объяснить, и интернет не ловит, представляете? Ни у кого. Я ходил прям по машинам, спрашивал, какой это километр, никто не может сказать, потому что люди едут в отпуск. Единственное, Газели мне сказал, что мы 200 километров от Ростова стоим. Нет у нас. Короче, цирк, ладно, продолжаем дальше ехать. Не знаю, будет вам видно или нет, но конца и края пробки вообще не видно, длиннющего. Сколько мы тут простым, я не знаю, но уже стоим час, учитывая, что немножко еще вот с ДТП был момент. Короче, жесть, полтора часа мы стоим в этой пробке, у нас уже даже закат начался, и мне кажется, что сейчас уже солнце сядет, мы до сих пор здесь будем стоять. Она бордовая, а вообще не едет. Мы вот просто тыркаемся вот так вот, с такой скоростью, и все. Так что, готовьтесь, ребята, кто едет на юга, запасайтесь силами, терпением. Вот, некоторые машины не выдерживают и закипают, потому что, действительно, сейчас за бортом 35 градусов, хотя уже закат. Вот, я вас не обманываю, 35 градусов. Просто жесть. Короче, смотрите, проехали буквально 10, наверное, метров, после того, как я вам показал. Вот, еще одна машина встала на закате. Не знаю, что она закипела, но вроде не кипит. Ну, что-то слабался. Это пол, конца и края нет вообще. Просто, я не представляю даже, сколько тут еще стоять. Так, мы доползли, короче, до знаков, что идут ремонтные работы. В общем, нам еще метров, наверное, 200. И там, я смотрю, уже поехала. Машины поехали. Короче, в такой пробке сложно стоять уже и под вечер, уже и сколько мы, 840 километров проехали и почти 2 часа стоим уже в этой пробке и дети уже, все. Еще участок дороги такой, что интернет вообще не ловит. И даже не отвлечь там ни мультиками, ничем. Капец. Вот здесь, видите, все сужается, получается вот в одну полосу. Вот весь вот этот поток. Все в одну. Короче, смотрите, вот до Ростова нам 215 километров осталось. Вот мы выстроились в одну. Нас тут по обочине обгоняло два экипажа ДПС. Вот они тут стоят. Приехали, видимо, ускорять, чтобы побыстрее проезжали. Видите, они прям это, крутят своими жезлами, типа, давайте, давайте, давайте быстрее. А тут как быстрее ехать, посмотрите, какая дорога. Вообще ужасная. По этим почкам тоже как бы вообще не вариант ехать. Да быстрее, что быстрее-то? Все, и вот мы поехали. Ура, вот они, два экипажа. Итого, ребята, почти два часа пробка. Слушайте, ну, короче, вот в Ростовской области просто жесть с дорогами. Ремонт на ремонте. Вот видите, пробка в ту сторону, в сторону Москвы. И тоже хвост такой длинный. Еще и само по себе дорожное покрытие разбитое. едешь как на этом. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Короче, жесть вообще. Ну, готовьте, готовьте стоять, готовьте. Главное, спокойствии находиться. В отпуск успеете. Ну, посмотрите, какой длинный хвост у них. Вот куда на Москву стоит. Тоже конца и крайняя вообще. посмотрите там холм начинается до подъем и там даже нет конца все вот так вот стоит бур тяжелые тяжело подниматься им жесть прикиньте на той стороне стоит чувак и держит в руках большую картонку с надписью объезд пробки то есть скорее всего при себе подъехать он видимо знает как по полям проехать и объехать эту штуку ну за определенную сумму кто пользовался услугами этого товарища напишите в комментах сколько денег он берет думаю многим будет полезно но вот знаете что здесь есть такие люди мы решили заехать помпончик и просто одурели от того сколько людей посмотрите какая там очередь это короче здесь можно потерять пару часов просто же секрет и вот они камаза про которой он говорил в действитель бежа или еду и вот за ними получается весь этот поток кое-как ползем так решил заехать на лукойл здесь дизель 48 65 залить счет я дотянул у меня лампочка горит уже она не то что горит она лежит и заправка не получилось потому что дизель только там где фуры стоят ожидать когда зальются фуры тоже не вариант значит вы рискуем просто стрелка уже лежит у меня даже запас хода не пишет в общем выехали мы за камен шахтинский и даже не стали заезжать здесь помпончики чтобы не терять время зайдем на заправку там еды стрелка вообще лежит нехать два километра до заправки осталось и я прям все прям на нервах а вдруг а вдруг не хватит так ну вот она роснефть надеюсь здесь есть дизель не будет сейчас никакой подвоха что и дизеля не будет вот вообще поугараю конечно а то какие-то вот цистерны стоят не поле нам нужно нам нужно топливо срочно так ну все вроде хорошо есть пойду зале на 2000 так ребята я залил на 2000 еще соответственно пол бака а мы сейчас проехали чуть дальше и заехали вот в такую столовую ложку за маму по моему называется да пойдем короче перекусим идти спать так я вам даже не показал что вы взяли короче здесь был салат цезарь здесь была гречка с грибами здесь компот было два бутылки продается три булочки с творогом и два зеленых чая вот я вас не обманываю вот наш чек видите все вышло на 600 ну почти 630 рублей мы все сделали вывод что помпончик гораздо получше так ребята все мы уехали дальше едем здесь вот в ту сторону москвы тоже такая пробка серьезно сейчас дала закончилась что короче возле этих помпончиков ложат асфальт но уже заказывала поэтому скоро наверное сейчас так меня наверное не видно и я значит построил маршрута дома ехать нам четыре часа там триста восемьдесят километров ну посмотрим сейчас время у нас без 20 10 вот в общем ладно едем очень интересное покажу я очень надеюсь что вам будет видно это это состояние дороги ребята за этого трасса м4 и это жесть вот как заезжаешь в ростовскую область все дороги заканчивается во первых везде реконструкция а во вторых там где реконструкции нету там просто вот такая дичина едешь подпрыгнешь посмотрите как ты все ужас ужас и фуры еще как бы вот их полоса получается крайне правы она вообще в ужасных состояний как обижает смотрите аж по обочине эти все дыры и они еще часто перестраиваются в левую сторону и ползут со своей скоростью да здесь дороги просто чуметь дыно вообще полнейшая посмотрите какой хвост впереди дорожная работа и справа вверх я ребята не представляю идея конец этой пробки но вы поняли она капец какая долгая даже по фонарям посмотрите там а вообще нет ни до конца это жесть нам повезло что мы только разок отстояли в пробке за 200 километров от ростова а вот в сторону москвы стоит вообще все конечно очень серьезно так здесь есть Ашан мега ростовская отель столовка заправка и указатель на краснодар уходим направо ну ребята посмотрите Аксай тоже стоит точнее это пробка перед Аксаем то есть мы только выехали с Аксай а вот тут стоит вообще все опять на мосту да и судя по белым фарам вообще неизвестно где эта пробка начинается ребята там в зеркале еще один платник забыл его снять потому что с этим транспортером закрутился у меня почему-то пишут на балансе 23 рубля а в итоге вроде открылся шлагбаум короче я не понял какие-то бонусы были помните в начале выпуска я вам показывал но списалось вроде короче я ничего не понял как работают если кто знает как они работают где бонусы напишите пожалуйста в комментариях потому что я ничего не понял мы вместе с вами заехали в Краснодарский край ура так смотрите значит проехали мы 1117 километров 18.29 с момента как я завел машину где-то вот 12 12 часов 20 минут примерно мы в пути на часах сейчас 23.15 вот ехать нам еще часа два так прошли мимо посмотрели так на камеру мы снимаем так мы подъезжаем к платнику по моему последнем в Павловский район так нам осталось 140 с чем-то километров ехать так значит выбираем тут вообще на самом деле можно любой по транспортеру вообще только два окошка сейчас мы сюда поедем попробуем ничего не понимаю как эта система работает во видите опять открылось 144 рубля стоит проезд как так у меня на балансе 23 может бонусы списывается не знаю ладно все едем дальше ребят короче кто в курсе как эти баллы работают напишите пожалуйста в комментариях так смотрите и вот значит мы сейчас уходим направо на Краснодар Новороссийск Керчь Сочи Тихорец Медводы прямо вот нам нужно вот сюда так вот информационное табло было подъезжаем значит к платнику сейчас ночь тарифы значит дешевле ночью так что кто хочет сэкономить можно ехать ночью да еще и по транспорту вообще как бы дешево получается но ночью ехать не комфортно я вообще ночные покатушки не рекомендую особенно вот в Ростовской области дорог нету вы сами видели и ехать там когда темно это просто жесть лучше днем лучше вообще вот так вот 800 километров проехал и остановился где-нибудь на ночевку просто у меня как большой вот этот опыт передвижения поэтому я как-то в один присест и в принципе мне нравится в один присест ездить по первому бруду 13 часов вот открылся 135 отлично все едем дальше вот видите дальнобои все встали фуры стоят отдыхают спят большая здесь такая парковка позабились все туда так ребята мы короче подъезжаем нам осталось ехать 15 минут в принципе мы уже въезжаем в Краснодар и вот в этом городе пути расходятся кто-то едет в Сочи кто-то едет например в Крым либо кто-то в Анапу здесь прикрепляю выпуски вот этот кто в Сочи вот этот кто в Крым и вот этот сверху для тех кто едет в Анапу посмотрите кому нужно вот а мы едем домой спать дорога выматывает хоть и как говорится опыта достаточно на такие расстояния но тем не менее очень хочется спать итоги подведем там тысяча триста двадцать пять мы проехали в пути четырнадцать с половиной часов вот я накидываю еще 15 минут что нам ехать значит время сейчас час ночи мы выезжали в пол одиннадцатом по бензину залил я на четыре тысячи потом я залил на две тысячи и сейчас еще тысячу залил чтоб нам в городе голову потом не делать и вот у меня осталось четверть бака вот собственно вот так надеюсь выпуск получился максимально полезным показал все как есть все пробки все реконструкции побывали вместе со мной в дтп делитесь этим видеороликом в свои социальные сети пишите комментарии ставьте лайки все это очень-очень помогает в развитии канала ну и конечно же подписывайтесь на канал мы путешествуем с детьми скоро родится третий ребенок и мы не останавливаемся я с вами прощаюсь увидимся с вами завтра в новом видеоролике пока